поехали здрасте товарищи всем привет это я и так сегодня будет доклад называется речь про речь а куда мне показывать пил пил что-то не пилкается этот брюки превращаются превратились уже да на самом деле да боже мой поехали да доклад создается речь про речь через тернии к звездам ну или не совсем звездам но точно через тернии я этот слайд везде публикую практически одинаковый давным-давно в интернете 2001 года занимаюсь много просветительской работой на подлодке вот в гитхабе публикую статьи которые инспирированы моим общением с моими учениками и прочим-прочим много где работал обучаю темлюдов люблю заниматься педагогикой вообще вот недавно еще жаба программистов выучил на свою голову читаю лекции в компаниях как вот сейчас сейчас будет абсолютно скучный слайд речь использует язык речь это процесс взаимодействия человеков с помощью языковых символов и прочего прочего без речи невозможно коммуникация без коммуникации невозможная командная работа речь развивалась у нас на основе нашей всякой трудовой деятельности интеллектуальная деятельность зависит от речи развивать трудно но круто все это конечно же шутка поехали дальше и так речь речь это процесс нашего коммуникативного взаимодействия с помощью языка как я уже сказал речь сформировалась на основе нашей трудовой деятельности это важно структура доклада будет очень простой я сначала расскажу как если продажники в зале есть как продают пылесосы типа вот что в нем хорошего чем он хорош этот пылесос сколько он стоит и могу ли я себе его позволить то есть расскажу какие выгоды дает умение хорошо формулировать свои мысли докладывать их писать про них и прочее прочее как этому делу тренироваться и сможет и попытаюсь вам показать сможет ли каждый человек этого достичь или не сможет речь язык и мышление очень сильно взаимосвязаны вот был эксперимент точнее наверное просто историческое событие были такие маугли подобные ребята которые вот до шести лет попадали в нормальное общество то есть когда они были в джунглях или где-то там как-то выживали непонятно как без речи если до шести лет они попадают нормальное общество они становились разумными и нормальными членами общества если вот он как-то там выживал до восьми или девяти лет в джунглях без речи то нормальным членом общества он не становился никогда что это значит это значит что речь развитие речи развитие языка в голове формирует в том числе мыслительный навык нашу способность нашу и без языка и без речи мышление современное практически невозможно расскажу про выгоды про список выгод целых от самых очевидных к самым неочевидным тут важно экскурс сделать немножко в теорию лингвистики рассказать о четырех основных свойствах речи первое это содержательность то что я говорю что она что-то содержит какую-то суть имеет моя речь второе это понятность что я не так вот говорил непонятно всем а что я нормально понятно говорю и человеки могут услышать то что я говорю и понять выразительность то что я использую ассоциации аналогии какой-то нарратив возможно в своей речи такой что вам понятно что я хочу выразить как эту суть донести до вас и действенность действенность этот побуждение пойдемте ребята там какую-нибудь революцию совершать вот преснопамятный товарищ Ленин, несмотря на то, что был довольно-таки противным персонажем по жизни, тем не менее выразительность его речи была такова, что после его выступления на броневике люди за ним шли. По большому счету эти четыре свойства речи приводят к тому, что есть понятие диалектика формы и сути. У меня есть хорошая аналогия, как мне кажется. Это радиосигнал, который мы принимаем приемником. Вот если сигнал очень мощный, мощная радиостанция, но она транслирует белый шум, то мы на самом плюгавеньком и поганеньком радиоприемнике можем поймать этот сигнал, но сути в нем не будет. То есть там будет только белый шум, информацию полезную мы не получим. А может быть так, что сигнал очень слабый, и там что-то интересное, там какая-то полезная информация. То есть мы его практически не поймаем, этот сигнал на наш плюгавенький радиоприемник. Таким образом, для того, чтобы речь работала, то есть чтобы содержательность, понятность, выразительность и действенность у нее были на высоте, нужно развивать и форму, и суть. Почему это важно, понятно будет дальше. Теперь по выгодам, как я и обещал. Первая выгода, самая, наверное, очевидная, это что публичная активность, а что такое публичная активность, кроме как речь. Это наша речь, вот я сейчас с вами разговариваю. Это лучшее резюме. Вот я смотрю на свои доклады публичные всякие, там года два или три назад, мне стыдно, какую хрень я говорил, а тем не менее, когда меня зовут куда-нибудь на собеседование, говорят, три года назад я слушал твой доклад, и мне понравилось. То есть люди видят, что я еще давным-давно какие-то мысли имел, наверное, полезные или хорошие. Видно мое развитие в том числе, то есть видно, что вот три года назад я говорил одно, потом развивался потихонечку, и сейчас я говорю уже что-то более общее, более структурное, более грамотное, более хорошее. И третий тут пункт прикольный, почему это хорошее резюме, потому что все люди от чего-то считают, наверное, такая психологическая особенность, что если человек выступает, то он уверен в себе, что он крутой, что он что-то полезное рассказывает. На самом деле, чаще всего нет, но у людей такое заблуждение или когнитив-байс есть, и почему бы его не использовать. Следующая полезная выгода – это то, что наша развитая речь, выраженная в публичной активности в статьях, докладах, выступлениях – это офигенная реклама компании. То есть первое, как вот если маркетологи в зале… Есть маркетологи в зале? Нет? Понятно. Первое, что делает реклама или маркетинг – это формирует awareness, то есть формирует узнавание бренда или продукта или чего-то еще на рынке. Вот чтобы сформировать этот awareness, нужно, чтобы из каждого утюга говорили, ну, предположим, про кроссовки, про Nike, 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 Nike. Дальше мы распространяем уже информацию, то есть мы рассказываем в наших публичных активностях, какие у нас процессы, крутые технологии, крутые, какой продукт мы классный делаем. То есть мы формируем desire, желание людей к нам наниматься, так называемый HR-бренд. Это же положительно влияет на лояльность. Ну, то есть пресловутый какой-нибудь Яндекс, если взять, многие люди там работают, потому что, ну, типа крутой продукт. Мое отношение неважно здесь к нему. И почему еще лояльность? Потому что люди хотят быть сопричастными кому-то известным. Это перекликается с прошлым слайдом. То есть человек, работающий в команде с очень известным выступающим персонажем, ну, больше мотивирован на труд в этой компании, чем если все в его команде не выступают. Никто не выступает, точнее. Следующее. Очень нравится мне эта выгода. Так называемый GitHub-эффект. Я заметил и по себе. Я много GitHub вел. Последние два месяца ничего не пишу, а до этого месяца три писал прям активно. Когда что-то пишешь или формулируешь для конференции, или пытаешься кому-то что-то объяснить, известный факт, чтобы научить, нужно научиться самому хорошо. То есть чтобы написать статью, хочется не стремную штуку какую-то написать, а что-то прям хорошо сформулированное. Хочется сделать хорошо. Хочется выйти на доклад с хорошей структурой доклада, с такими сформулированными мыслями хорошо. Это полезно. Второе. Ты начинаешь выделять время на изучение этой темы. Ну то есть вот чтобы просто задачу на работе сделать, скорее всего погуглил, разобрался, вот только чтобы задачу сделать. Сделал и пошел дальше. Чтобы рассказать про эту задачу, как ее можно решать, посоветовать, как можно решать такую задачу другим компаниям, придется потратить время на изучение. То есть по сути мы не просто сделали и забыли, а лучше гораздо научились делать такие задачи. Вот следующий пункт, правда, это забрасывание гитхаба. Внутри, ребят, свербит просто жесть. Что три месяца не пишу, прям каждый день. Блин, Виталик, надо выделить время, надо что-то туда написать. То есть получается такая мотивация изнутри на то, чтобы что-то не забросить. Вот какую-то публичную активность, написание статей, что-то еще. И стараешься искать темы, на которые стоит выступить. Что такое искать? Это очень правильная тема, как рефлексия, что ли. Вот делаешь задачу за задачей и думаешь, а что на этой неделе или в этом месяце я сделал такого, что можно было бы другим людям рассказать. Следующая важная выгода – это публичная активность дает отличную обратную связь. Вот я обучаю темлюдов, и первое, что мне говорят ребята, когда только приходят ко мне, а хорошо ли я делаю? Почему они мне так говорят? Почему они задают вопрос? Потому что темлюдов никто не хвалит, их только бьют. Разработчиков тоже редко хвалят, почаще, чем темлюдов, но обратной связи в нашей жизни очень мало. Чаще всего мы сильно недополучаем ее. Как хороший, так и плохой. Неважно, какой корректирующий, так сказать. А вот на выступлениях или в докладах, или в статьях, мы получаем обратные связи просто гору. Нам рассказывают полную фигню. Тошароватов сказал или классный доклад, спасибо. В кулуарах потом куча бесед. В общем, обратные связи просто море. И когда получаешь аплодисменты после выступления, это очень приятно. По сути, здесь прям психологически очень правильная выгода, очень хорошая выгода, большая выгода от того, что становится лучше жить. Ты получаешь похвалу, ты получаешь комментарии, которые можешь использовать потом в работе. И самая важная, самая большая и самая сложная выгода – это выгода деритуализации работы. Вот если спросить типичного разработчика, среднестатистического разработчика, что ты делал, он скажет, я пилил фичи. Вот что ты делал последние полгода? Пилил фичи. По такому-то проекту или по такому-то продукту я пилил, пилил, пилил. Что такое его пилил фичи? По сути, это ритуал. Вот сделал одну фичу, сделал вторую фичу, сделал третью фичу. Ритуал – это что-то повторяющееся, уже несознательное. То есть человек не занимается рефлексией того, что он делал, не пытается структурировать информацию о том, что он делал. Он в рамках ритуала фигачит и фигачит и фигачит. Другой пример ритуала. Вы наверняка видели такие бессмысленные, порой бывают ретроспективы в командах. Если в команде процессами проблема, то ретроспектива там будет ни о чем. Просто собрались, все хорошо, все плохо, пошли дальше работать. Ничего не меняется. Это тоже такой ритуал. Ритуал в нашей работе плох тем, что мы вроде занимаемся интеллектуальным трудом, и мы не можем себе позволить несознательно трудиться. Мы вроде должны быть побуждены, должны побуждаться на то, чтобы все время мозги включать и пытаться оптимизировать что-то. Вот как только мы начинаем тренировать речь через публичные выступления или написание статей, вот эта вот цитата, ничего интересного в работе не происходит, куда-то начинает волшебным образом уходить. Если мы начинаем искать, что в нашей работе было интересного, что можно поведать, вот скрам-мастеров спрашивают порой, расскажи скрам в пяти словах или десяти приложениях своей бабушке, объясни скрам по-простому. Вот этот же инструмент, инструмент рефлексии на тему своей работы, инструмент диритуализации своей работы помогает в развитии речи и помогает просто в оптимизации даже работы. То есть мы научаемся навыку анализа, что мы сделали, как мы сделали, почему так, а не так. Может быть, можно было сделать помощнее, получше, побыстрее, покачественнее. И приводит к синтезу. К синтезу — это созидание. То есть мы можем сказать, ага, последние 20 фичей раз за разом мы делали что-то долгое. Например, в тестировании она уходила, возвращалась, уходила, возвращалась. И если мы хотим рассказать про наши фичи, себе рассказать, статью написать, на выступление пойти с этим рассказом, мы невольно задумаемся, а может быть, нам как-то заморочиться с тестировщиками так, чтобы не было этого передачи туда-сюда. То есть мы здесь побуждаемся к распредложениям и кайдзену, к постоянному улучшению труда. Потому что нам, как я уже говорил, стыдно рассказывать про фигню. Все это, по большому счету, все, что я рассказывал, это было про развитие речи. Именно речевого аппарата. Я уже говорил в самом начале, что развивая речь, мы развиваем наше сознание. До сих пор у философов лингвистики идут споры о том, внутренняя наша речь является ли языком, является ли речью, или мы после того, как какое-то мышление произошло, ее вербализируем внутри себя. То есть как минимум очень сильно влияет. Есть эксперименты про разные языки, как люди, владеющие разными языками, воспринимают числительные. Вот китайцы их воспринимают через блоки. Это очень интересная штука. По большому счету получается, что развивая речь, мы развиваем мозги, потому что речь, язык и мышление очень сильно взаимосвязаны. Мы получаем больше денег, потому что компании хотят иметь выступающих людей, хотят иметь людей в команде своей, которые пишут статьи. Мы увеличиваем эффективность труда, потому что если мы думаем больше о нашем труде, мы больше рефлексируем, больше анализируем и больше синтезируем. И мы получаем больше психологического комфорта, просто потому что нас хвалят на выступлениях. Это я рассказал про выгоды. Пылесос хорошо убирает пыль. Отлично. Теперь о том, сколько стоит наш замечательный пылесос или какие есть варианты цены. Для того, чтобы развивать что-то, нужен навык оценки качества этого. То есть у пылесоса есть сколько он, наверное, кубометров воздуха через себя прогоняет или что-то такое. То есть какой-то есть критерий качества. Для того, чтобы развивать речевые навыки, нам тоже нужно умение оценивать качество нашей речи. Здесь есть несколько вариантов. Сейчас по всем по ним пройду. Сам, когда помогаешь себе развивать речь, это трудно и долго. Программные комитеты на конференциях чаще всего плохо просто помогают в этом. Актерские школы, курсы ораторского мастерства хорошо помогают. Тренеры, которые с вами индивидуально занимаются или в малых группах, вообще отлично. А комплексные занятия, это просто супер. Я про них расскажу. Так вот, тренируем сами. Какие плюсы? Действительно развивают навык анализа и синтеза. То есть как только мы говорим себе, что каждый месяц я хочу написать статью или хочу сделать доклад на какую-то тему из своей работы, мы невольно начинаем анализировать, что мы в нашей работе сделали хорошего, плохого. Может быть, факапы у нас были, из которых мы что-то выучили. Может быть, на ретроспективе мы поняли, что что-то можно оптимизировать. Может быть, мы сами пришли с Рацухой к руководителю. То есть мы начинаем анализировать и синтезировать что-то по работе. Это полезно. Обратная связь здесь плохая. Мы не можем сами оценить в сути форму. Мы не можем хорошо, мы не можем понять, хорошо мы выступили или плохо мы выступили. Мы можем, но не всегда хорошо получается. Очень трудно сделать первый шаг. Что я имею в виду? Трудно, тренируя сам себя, выйти на большую конференцию. Все время будешь стесняться, думать, блин, я сейчас фигово что-нибудь сделаю, что-то будет не так. Получается, самому развиваться можно, но учиться придется долго, скорее всего. Второй вариант. Получше немножко, но тоже не совсем хороший. Анализ и синтеза навык развивается действительно. Прежде чем идти на конфу, ты подумаешь, что делаешь и о чем рассказывать хочешь. Чаще всего обратная связь фиговая. Вот во всех конференциях, в которых я участвовал, у меня есть куча претензий к программным комитетам. Просто потому что я понимаю, что программный комитет ограничен во времени. Ну типа, ну два часа, ну три часа есть у него на каждого спикера. И, ну, редко, когда получится за два-три часа что-то сильно причесать по докладу, какую-то хорошую обратную связь дать. Они мало тратят время на это. Не решается проблема сложного первого шага. То есть все равно мы должны прийти на эту конференцию, податься в этот программный комитет, а мы стесняемся даже этого сделать. Еще большая проблема здесь, что программный комитет может научить плохому. Что это значит? Если программный комитет не дает обратной связи, человек научается плохо выступать. На каждой конференции есть люди, прячущиеся за пюпетром. Вот пюпетр стоит, на нем у него ноутбук, и он за ним спрятался, и из-за него вот так вот что-то рассказывает аккуратненько, волнуюсь обо всем. Привыкая выступать так, ну ничего хорошего не получится. Ты просто привыкаешь плохо выступать. Следующий вариант, хороший вариант, это актерские школы и курс ораторского мастерства. Многие ребята уже, я знаю, троих человек, которые уже занимаются. Что хорошо, анализ и синтез развивается, по форме выступления, то есть по выразительности, по действенности, они действительно могут помочь. Ну то есть Ленина из вас сделают, только текст за вас не напишут. Получается, по сути, связь обратная плохая. Вот по содержанию никто не оценит из этой школы, ни один представитель школы актерской не оценит, что вы там рассказываете, по сути, хороший ли технический доклад или нет. И как в любом групповом обучении тратится много времени. Ну то есть актерская школа это 2-3 года. 2-3 года ты учишься быть актером. Это даже не совсем то, что надо. Ведь актер это человек, перевоплощающийся в другого персонажа. А нам нужно просто научиться собой быть. Зато легко сделать первый шаг. Если ты хороший актер, тебе вообще плевать на сцену. Просто выходишь и шарашишь. Все хорошо. Следующий вариант цены это тренер актерского мастерства. Это индивидуальное занятие. Здесь навык анализа синтеза тренируется вами самим. Хорошо все. Обратная связь по форме просто отличная. То есть с вами занимается, по сути, репетитор, который работает с вашими конкретными зажимами. Вот у меня один из тренеров даже заикание снял у человека. То есть человек от стресса волновался и начинал заикаться на сцене. Ему помогли, и он перестал. Буквально 3-4 месяца прозанимался. Здесь уже чуть лучше обратная связь по сути. То есть раз ты каждый день общаешься с этим тренером или каждую неделю общаешься с тренером, он или она начнет таки понимать, про что ты говоришь, что за смысл в твоих технических докладах, и уже чуть-чуть сможет помогать по сути работать. Очень легко сделать первый шаг. Ну то есть как только ты занимаешься несколько месяцев с тренером по актерскому мастерству, на сцену станет, бояться ее перестанешь основать. Совсем полностью. И учат хорошему. Учат ровно тому, чему нужно. Если зажим про руки, ну не знает человеку, натурально не знает, куда деть руки, вот так вот ходит на сцене, ну тренер ему поможет конкретно там упражнений валом. Самое простое, это дают тебе два мячика теннисных, и ты с ними ходишь. Руки просто некуда деть. В карманы не засунешь, назад не спрячешь, ничего не получится. Вот. То есть с формой все хорошо, учат быстро. Вот немножечко вбок отойду про актерское мастерство. Там, как я уже сказал, самое важное, это принятие себя. Есть самый сложный тренинг. Это костюм актера, так называемый. Ты выходишь голый перед тренером по актерскому мастерству, и после этого тебе пофигу на все вообще. Не пробовал, наверное, самое сложное. Но это я читал только про это. По большому счету, тренер по актерскому мастерству работает с вами, как с личностью. Во многом, как психотерапевт. Вот я говорил про парня, у которого было заикание. По большому счету, ему и психотерапевт бы помог с этим. Но у тренера по актерскому мастерству наработана очень хорошая база знаний по тому, как именно со сценой работать с человеком. То есть как закон сцены позволяет ему, может быть, даже обыграть его заикание. То есть вот у меня тренер была давным-давно, Наталья Зверек, очень крутая женщина, которая помогает, в том числе и по выступлениям. Вот она товарища с ДЦП вывела на сцену. И не в том проблема, что у него ДЦП, а в том, что он боялся очень, и стеснялся. А Неву научила принимать себя, и он вышел в конце концов спокойно на сцену и нормально выступил. Тренер по актерскому мастерству поможет разобраться с аркой персонажа. Это очень интересная концепция о развитии доклада. Вот в докладе есть персонаж, который зафакапил что-то, у которого какая-то проблема, у которого какая-то боль была. И как он эту боль решил? Нарратив, то, что мы рассказываем, сюжет, он хорошо воспринимается человеком тогда, когда человек находит что-то похожее на себя. Вот почему во многих хороших выступлениях используются аналоги, ассоциации, шутки и всякое такое. Для того, чтобы люди к себе приняли доклад лучше, то есть купили эту идею, по сути. Арка персонажа помогает про это. И очень классные игры, я вот про них попозже расскажу. По большому счету, актерское мастерство дает постепенное развитие и обучение с нужной величиной итерациями. То есть, некоторым людям можно первый шаг большой сделать и прям сразу выйти на сцену и рассказывать что-то. А некоторым людям нужно постепенно на нее выходить аккуратненько. И самый-самый классный вариант по эффективности, это комплексное занятие, когда с тобой занимается тренер по актерскому мастерству и кто-то, кто понимает в сути. То есть, твой коллега, кто-то из программного комитета конференции, возможно, руководитель, даже, возможно, твой джун, которого ты учишь. Не важно, кто главный, кто-то, кто является экспертом в предметной области. То есть, по большому счету, мы получаем хорошую обратную связь по форме от тренера, хорошую обратную связь по сути от специалиста. И тратится время здесь прямо вот самое минимальное. То есть, мы берем и суть, улучшаем, и форму улучшаем. Проблема здесь в том, что кто-то этот процесс должен выстроить. Я ни разу в компаниях пока не видел еще выстроенного такого процесса обучения актерскому мастерству или сценической речи, или просто улучшению речевых навыков сотрудников. Хотя это, в общем и целом, помогает практически всем. Если интересно, могу пару игр рассказать из актерского мастерства. Да? Вот, я уже рассказывал Насте, мы когда боимся выйти на сцену, мы боимся показаться глупыми, неуклюжими. И вот один тренинг маленький, очень простой, прикольный был, когда группа с твоими коллегами, вот ты берешь группу со своими коллегами, там 3-4 человека, заходите в автобус и говорите, пингвин, смотри, пингвин пошел. В чем соль? Это маленький флешмоб. Вам очень стыдно такое сделать одному. По сути, этот стыд вы испытываете на сцене, не хочется показаться глупым. Но при этом вокруг вас коллеги, то есть это более комфортная обстановка, и вам перед коллегами уже не так стыдно даже чушь сделать, а вы еще и вместе, вы в команде. Маленькая абсолютно фигня, но помогает людям преодолеть маленький страх. Потом, например, есть такая штука, как 30 секунд называть вещи вокруг себя не теми именами. Зеленый, желтая, вода, настроение, красный. И вот всякими начинаешь странными именами называть вокруг предметы. Секунд через 30 все начинают ржать. Просто потому, что начинают ошибаться. Начинает говорить колонка, начинает говорить телевизор, начинает говорить что-то, что на самом деле есть. Тоже получается, в комфортной среде начинаешь выходить из зоны комфорта понемножечку. Или, например, вот я, такая игра, я что-то показываю, даю тебе, Даша, вот виртуально даю, ты говоришь, ой, спасибо, ты мне подарил, и что-то, как ты поняла, что я тебе подарил. А я тебе потом объясняю, что я подарил. Давай что-нибудь попробуем. Говори. Да, я подарил тебе шарик, потому что я знаю, что ты очень сильно любишь надумные шарики, всю жизнь о них мечтала. Вот. И вот в таких вот маленьких импровизационных штуках люди чувствуют себя глупо чуть-чуть. Вот вроде бы глупо, да, херню какую-то сделал, простите, херню какую-то сделал, а тем не менее, по большому счету, я не почувствовал себя совсем дебилом. И получается, что через время маленьких таких вот экспериментиков, маленьких таких игр гораздо комфортнее чувствовать себя на сцене. И этот пресловутый костюм актера уже можно представить. Ну, то есть, представить себе совсем глупую ситуацию, сломалось что-то, микрофон не работает, не знаю, кофе облился прямо перед сценой. И перестаешь этого волноваться вообще. Вот. То есть, по большому счету, все, могут выступить на сцене хорошо. Вопрос лишь занятий. И вот, как я и говорю, самое классное, это когда с человеком занимаются комплексно. Итого, вопросы, комментарии, пишите, говорите, и давайте поговорим еще сейчас. Воу-воу-воу, опросики? Ну, давай. Да. Сейчас, подожди секунду, у тебя микрофон дадут. Раз, раз. Ой, эта штука работает. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Есть большой мир науки, и каждый человек, который занимается наукой, он, вообще говоря, обязан писать статьи и выступать на разных конференциях. И при этом там как будто не возникает той же самой проблемы, которая есть вот у нас среди разработчиков. Возможно, это из-за того, что у каждого, почти у каждого человека есть научрука. Верно. Ты кажется ли тебе, что нужно похожую практику переносить и к нам в разработку, и что это может быть более эффективно даже, чем те занятия, которые ты описывал? Это, спасибо большое, очень классный вопрос. Разное состояние психологическое у людей, действительно. Комплекса самозванца в научном мире гораздо меньше, чем у нас. Отчасти потому, что, как ты правильно сказал, в научном мире у тебя есть рецензенты, у тебя есть научный руководитель, у тебя есть целая бригада вокруг тебя людей, которые тебя оппонируют на защите любой диплома, чего угодно. У тебя есть тот человек, который тебе помогает составить эту работу. То есть, есть куча людей, которые помогают тебе определить, насколько хорошо ты подготовился. В нашем мире этого нет почти нигде. Я говорю, программные комитеты меня лично по качеству не устраивают ни на одной конференции. И получается, что нам нужно самим как-то заниматься. Почему я и прорабатывал эти разные вопросы? И почему, мне кажется, вот это комплексное занятие, когда есть тот, кто выступать помогает тебе, и тот, кто помогает подготовить контент. Вот это и является оптимальным, на мой взгляд. Просто потому, что нужно, чтобы и техническую часть провалидировали, и форму провалидировали. Но при этом научные конференции жутко скучные, но они насыщены информацией. У нас эта тема не только в том, чтобы информацию передать, но и в том, чтобы она действенна была. Вот если мы хотим продавать продукт какой-то, мы же хотим на конференцию выйти и зарядить людей желанием этот продукт купить, не только им информацию передать о нем. Понял, спасибо. Вопросики еще. У нас есть вопросы с трансляцией. Он один. Он один. Я его даже сейчас, наверное, озвучу. Ну-ка. Ну он такой. Давай, давай, давай. Как бы по лезвию. Давай. Вопрос, цитирую, вопрос от мамкиного оппозиционера. О боже мой. Ну. Как это все использовать, чтобы повлиять на выборы в РФ? На выборы в РФ? Ну у нас, в стране в ближайшие. Это элементарно. Делаешь свою партию, делаешь хорошую программу, так, чтобы она была содержательная, понятная, четкая. И идешь на выборы. И потом, ну или на броневик, я этого не говорил, куда-нибудь дойдешь. У нас трансляция немного отстает. Если Игорь ответит что-то дальше в продолжение, я озвучу. Хорошо. Так. Крутая у тебя футболка. Математическая, да? Это... Я просто, наверное, непонятно докинул контексты. Это серия мерча от зимней математической школы. Просто толстовка с рукавами, а здесь слова зимней школы, они отрезаны. А у меня вопрос такой, он меркантильный, наверное. Во-первых, спасибо за доклад. Очень понравилось. Ура. Ты все время говорил про то, про стоимость. Вот пять способов, да? И этот стоит так, стоит, стоит. Но никогда не говорил, сколько это стоит в российских рублях. Да, ну смотри, актерские школы очень разные. Бывают, вот если пойти просто в хороший театр и устроиться туда, попытаться сказать, что просто, ребята, я вам буду платить деньги, ходить на ваши занятия, актером я не буду. Я просто хочу получить знания или опыт. Там, ну, просто копейки типа там 30 тысяч в год ты отдашь. Какой-то вообще мизер. Но там тебя будут прям напрягать, тебя будут. То есть ты там встанешь, из тебя попытаются сделать полноценного актера. Это тяжело, это правда тяжело. Я видел, как их тренируют, это очень тяжело. Если брать тренера по актерскому мастерству, там от 3 тысяч рублей в час до 100 тысяч рублей в час, если, ну, может быть, не в час, может быть, за день, но если за какого-то известного, именитого тренера по выступлениям именно. Если посмотреть в бизнес-сообщество, там этих инфо-цыган валом просто, которые тебя тренируют за много-много денег. Вот нормальные тренеры по актерскому мастерству 3-4 тысячи рублей в час, и это два занятия в месяц вот так, просто вот так. То есть по большому счету вопрос цены был не про деньги, а про эффективность инвестиций. Спасибо, я продолжаю занимать микрофон, если никто не против. Нет, уходи. Давай. Да, вопрос, такие два связанных вопроса. Первый вопрос, существует ли это где-либо за пределами Москвы и Санкт-Петербурга? Второй, связанный с этим, ну, если нет, то эффективно ли заниматься удаленно? Спасибо. Смотри, очень интересная штука про занятие удаленно. Во-первых, существует за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, если интересно, могу найти здесь, просто пошукаю по своему театральному сообществу и найду здесь. Что касается удаленки. Удаленка вообще очень интересная штука, ведь мы можем готовиться как к сценическому выступлению, вот что я сейчас здесь делаю, так и к выступлению в Zoom. Это совершенно два разные, совершенно две разные среды. Например, выступление в Zoom не дает тебе кайфа такого, как выступление на сцене и никогда не даст, вот в принципе никогда не даст. Тебе аплодисменты невозможны в Zoom. Плюсики там в чатиках будут и все. Совсем не то. Более того, готовиться к самому выступлению там нужно иначе. Ты рассказываешь в пустоту, вот уперся туда и рассказываешь. Это тоже странная штука, это именно работа с другим медиум, с другой средой. Знаешь, кино и театр различаются, здесь тоже различие знатное. Тренироваться можно к Zoom, тренироваться можно к сцене. К сцене вот первые два месяца можно тренироваться удаленно. там будет базовая про речь, про артикуляцию, про все вот это вот, про подготовку дыхания, про зажимы в снятии, про вот так вот ходить, а вот так вот ходить. Много-много чего будет, что работает удаленно нормально. Я это прямо видел, как этим занимаются люди. Действительно работает хорошо. Дальше, если тебе хочется уже делать шоу прямо из этого, ну то есть вот посмотреть, например, посмотри на YouTube 15 minutes talk about nothing. Это на TED Talks был парень, актер, который вышел и 15 минут говорил ни о чем. Очень связанно и классно. Вот такой ролик. Вот он уже актер. То есть вот чтобы сделать шоу, как делает он, он там использует очки, использует руки, прямо вот грамотно использует весь инструментальный, весь инструментарий нашей вот этой вот всей невербалики. Это уже требует живого занятия. Вот. А вот именно просто подготовиться, выйти на Highload выступить, два месяца онлайн, два-три месяца онлайн за глаза. Спасибо. Свободный микрофон. Свободная касса. Ура! Если бы можно было дать только одну рекомендацию, то какую бы дал, и ту, которая не звучала в докладе. Рекомендацию. Спасибо. Рекомендацию про развитие речи? Да. Мы же речь о речи. Я бы дал рекомендацию начать этим заниматься. Вот просто сесть и подумать, что я делаю не так и что можно улучшить. Я вот первые полтора года я готовился сам. И да, заняло полтора года. Очень много времени я потратил на то, чтобы улучшать свой навык выступлений. Однако же каких-то результатов достиг и сам. Тренер говорит, что я это мог бы сделать за два или три месяца. Возможно. Но никто не мешает и самому попробовать. Начни. Просто главное начни. Дорогу, Василий, дыдущий. Ура! Я просто сейчас второй тебе микрофон отдам, и ты можешь здесь пока сидеть и придумать. Нормально. Сразу на меня можно петличку надеть. Да. Спасибо еще раз за рассказ. Вопрос. Вторгаюсь в личную территорию. Давай. Для того, чтобы стать успешным докладчиком, обязательно ли к этому присовокуплять элементы личного бренда? Ну вот яркие кроссовки, прическу стильную? Совершенно нет. Вообще не важно это дело. Я знаю кучу докладчиков, которые как одевались до того, как начали выступать, так и одеваются. Это просто я такой дурной. Ты так одевался до того, как начал доклады делать? Да я, если что, не осуждаю. Я просто... Да даже если бы осуждал, твое право. Спасибо. Привет. Привет. Такой вопрос. Как понять, про что ты можешь рассказать? Классно. Смотри, что я делаю? Я сажусь каждую неделю или каждые две недели, ну какой-то, каждый промежуток времени и анализирую, что, какие вопросы ко мне приходят. Вот у меня есть ученики, мои менти, которых я обучаю темлицству. У них очень многие запросы вполне типовые. Ну, типа, вот, например, пришел ко мне человек и говорит, ко мне пришел мой подчиненный с оффером от другой компании. Что мне делать? У меня таких запросов пять было. я их категоризировал, смотрю, один корпус какой-то, один набор знаний я даю этим ребятам. А что бы мне его, оп, и не вынести? Написать статью или сделать доклад? Или ко мне приходят товарищи и говорят, вот, увольняют меня в наглую работодатель. Что мне делать с этим? Я ему рассказал про ТК РФ, все. Потом другой ко мне человек пришел, я ему тоже рассказал, оп, опять вынес, доложил. Это вот у меня в консультировании. То же самое процессом. Я спрашиваю там, как сделать так, чтобы, ну, не было проблем с QA, то есть, чтобы взад-назад не мотались фичи от разработки QA. Я несколько раз рассказал, потом вынес в доклад. В работе же тоже есть всегда какой-то цикл обратной связи. Вот фичу показываешь на демо, ты же что-то рассказала про нее, подумала, а можно ли этот рассказ, может ли он быть полезен кому-то еще? Или сделала инфраструктурный проект какой-то, что-то вот переехала из железа серверов в облако. Можно ли этот опыт как-то кому-то рассказать? Это интересно ли будет? Сама ты не ответишь на вопрос, интересно ли это. Но есть ли там что-то цельное, что можно поведать? Был ли там какой-то анализ и синтез? То есть вот у тебя была проблема, железные сервера стоят дорого, например, да, или ломаются. Ты из этой проблемы сделала решение, вывела какое-то решение, что мы переедем в облако. Там такие-то плюсы, такие-то плюсы. Цельная информация, какой-то цельный блок информации рассказала его своей команде или коллегам. Вы просто написала в контуре, ребята, ребята, у меня была такая история, хотите послушать? Скорее всего, я тебе скажу, да. Это будет первым таким, знаешь, удивительным моментом, что для тебя что-то банальное, а ребята захотят послушать. То есть каждый какой-то промежуток времени, пытаясь выделить из своей работы что-то цельное, ведь не просто там фичи, 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 что-то же происходит. Какие-то фичи интересные, какие-то много бабла дали, какая-то гипотеза свалидировалась во что-то хорошее, какой-то новый A-B-тест ты запустила интересный, ну не знаю, что-то происходит. Спроси у коллег из других подразделений, было бы им это интересно услышать. Внутренние мини-метапы, мини-конференции отличный инструмент для того, чтобы понять, что потенциально интересно внешнему миру. И перед своими не так стремно выступать всегда. Спасибо. Есть такой вопрос, ну все мы люди разные, кто-то у нас интроверт, кто-то экстраверт, и как вот человек понять, что это его выступать на сцене? И следующий вопрос, как компании находить таких людей? Как они будут понимать, что вот это у него есть такая жилка? Да. Классный очень вопрос. И у меня здесь ответ тот же самый демо. Демо, вот если кому бы ты ни проводил, внутренним заказчиком, покупателем, кому угодно, демо это то же выступление. То есть ты просто что-то показываешь и рассказываешь. Та же речь. Я видел пример, в Баду у меня был парень, который очень боялся выступать. И как раз был тот момент, когда я вводил демо, когда мы стали Андрею Андрееву показывать результаты нашего труда, что вот мы запилили столько-то фичей. Я только все думаю, а почему я показываю, как тем лидер? Лучше мои ребята будут, которые написали фичи, показывать их непосредственно руководству. И вот он вышел, показал фичу, Андреев ему похлопал, он такой, о, боже мой, классно, нифига себе, вот это да. Выступать это мое. Пошел дальше выступать. То есть на самом деле, я лично считаю, что всем нравится выступать, но все боятся. Вот это прям мой тезис. С самого детства мы стесняемся на табуреточке стишок рассказать. Вот кто-нибудь посмеется, кто-нибудь криво посмотрит, в садике еще кто-нибудь на тебя там посмеялся, в школе еще тебя назвали клоуном, еще какая-нибудь фигня произошла. Ну, то есть мы нас набуцкали за какие-то там публичные штуки, на танцах над ним поржали, еще что-нибудь произошло. И мы потом боимся. Если это, развернуть все это дело, то есть если начать хвалить, то есть демо ты сделал, хорошо, тебя похлопали. Выступил на внутреннем митапе. Создать атмосферу принятия докладов и помочь человеку развиться. Я не видел ни одного человека, вот, наверное, человек 10-12 через меня прошли в плане подготовки к выступлениям, не видел ни одного из них, которые бы сказали после хорошего выступления, не, все равно не мое. То есть как только они получают свою обратную связь хорошую на сцене, все говорят, блин, круто. Спасибо, Виталя. Как всегда, чудесно. Слушай, вот получила я такая обратную связь, классную. Всех похвалили, по голове погладили. Я такая, боже, вот столько дофамина мне в жизни-то и не хватало. Сейчас как начну клепать, как не начать клепать. Начинай клепать. Главная штука здесь в том, то, что я говорил, что нужна обратная связь по сути. Вот я смотрю курсы, многие видеокурсы, описание их, полная хрень. Вот просто, знаешь, банальщина, банальщина, банальщина. Это обратная сторона медали. Вот я говорю про то, как уйти от ощущения этого комплекса самозванца, что я делаю ерунду, и начать рассказывать об интересном. Потому что я на 100% уверен, что у каждого из вас есть что рассказать. Вопрос объема, да. Ну, то есть, если я джуниор-девелопер, у меня объем того, что я могу рассказать, не огромный, не слишком большой. Тем не менее, например, в моей школе кадрового резерва, которую я сейчас сделал, парень после нее взял и написал статью на Хаббер. И рад этому. Ему там в комментариях что-то хорошее пишут. Он сам лично хотел эту статью подготовить, и сам ее написал, и самому ему приятно от этого. То есть, ну, понятно, что дальше он не сможет еще 10 статей написать. Мало про что ему писать. Он сейчас развивается, только он в ближайшие 3 месяца еще будет учиться, продолжать в рамках уже труда. То есть, он может через 3 месяца рассказать, как он за эти 3 месяца чем его выучил, какие там особенности по проектам, как он их воспринимал. Объем все равно невелик. Но у нас проблема в том, что мы не инфо-цыгане, и что у нас комплекс самозванца есть. Поэтому лучше начинать выступать, если ты будешь много-много-много выступать. и у тебя есть кто-то, кто валидирует суть того, что ты делаешь, там, ПК или еще кто-то, то тебе скажут, сейчас, Даша, можно поменьше, собери это, несколько этих тем, собери в одно выступление, сделай. Но вначале пытайся много делать. Уже хорошо, если хотя бы одно сделаешь. Да, спасибо. 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 Даша, кому-нибудь передай микрофон, я пока расскажу, или за ответ прово. Вот, и больше вопросов пока не было. Нет, это лайки идут. Если пока пауза, Вадим Мартынов передает привет. Привет, Вадим. Он там в камере спрятался, я знаю. На самом деле у меня в личке был запрос, почему бы, Виталий, не поговорить просто обо всем. Легко, давайте. Виталий, а как ты сейчас оцениваешь рынок выступающих? Вот, не знаю, ты часто катаешься по конференциям и наблюдаешь ли ты, что, не знаю, увеличилось количество тех, кто доходит только вот до четвертого шага, где просто актерское мастерство, а кто вот финалити вот это имеет и актерство, и качество. Вообще, увеличивается ли с каждой конференции качество работ или, например, не знаю, ухудшается? Спасибо, хороший вопрос. На самом деле, мое ощущение негативное, но то ли я терпимости все меньше и меньше имею, то ли что-то еще происходит, но я все больше вижу, ну, прям, трэша на выступлениях. Во-первых, у меня терпимости к управленческой секции вообще всех конференций все меньше и меньше, все больше кажется, что мне, мне что-то там фигню какую-то рассказывают вредную, там на подлодке последний раз про соционику докладывали. Вот, то есть, мне кажется, что все плохо, мне кажется, что и все было плохо, и что сейчас все здесь плохо, отчасти потому, что айтишечка это такая молодая отрасль, что бабла очень много, компании тратят там по 500, по 400 тысяч рублей за стенд на мероприятие на каком-нибудь и нифига не думают ни о чем. Вот на, где это было, на КД-фесте была даже девушка в обтягивающем штом, я думал, что время ого-го на стендах прошло, нет, не прошло. Ну, то есть, ну, кажется, ну, чушь совершенно делать. С выступлениями тоже. Люди ездят с одним докладом по 10 конференциям. Ну, мне лично было бы стыдно с одним докладом по 10 конференциям ездить, мне хочется больше пользы принести, а людям не стыдно. И, чтобы готовились люди к выступлению с точки зрения, там, актерского мастерства или даже с точки зрения сути, нет. Вот в той же подлодке мы долго с Ярославом дискутировали про качество, я говорю, что мне лично кажется, что если человек рассказывает свой опыт роста из темлида в сети О, например, то стоит это пометить как свой опыт, а не как универсальный рецепт. ПК за этим мало следить на каких-нибудь конференциях. Вот на темлидконфе в общем-то ПК нормально, Рома Юлиф, спасибо ему, нормально отрабатывает. На подлодке раньше было прям очень хорошо, сейчас у меня ну, не так уже хорошо кажется. В общем, мне кажется, что вся айтишка залила конференции баблом компании, как ты спрашивал, да, компании вкладывают до хера бабла, извините, пожалуйста, в подготовку людей к отправлению их туда, сюда, на третью конференцию, на четвертую, на пятую, но про суть и про форму не думают практически никак. Я сколько видел людей, говорю, прячущихся за стульчик или за пюпетр, где у него ноутбук стоит, вот он стоит за ним, ба-ба-ба-ба-ба, научись чуть-чуть выступать, это же нетрудно. Никто про это не думает, к сожалению. Что делать? Сокращать количество конференций? Мне кажется, что у нас нет какого-то регуляторного органа, который бы сказал, все, конференции режем, я хочу свое, наверное, что-то делать, ну, в смысле, вот там, митапы или конференции, что-то делать хорошо и не заставлять людей учиться, а помогать им учиться, если они хотят. Ну, то есть, на мой взгляд, если сделать хороший митап, на котором я буду хотеть сделать хорошее качество, я приведу своего тренера по актерскому мастерству, я сам послежу за контентом и за сутью, я помогу человеку хорошо выступить, и ему будет выгодно, и мне будет хорошо, что моя конференция или митап хорошая. Вот. Я придумал вопрос, но у меня перед этим есть еще один провокационный вопрос. А вот этот доклад впервые сегодня звучал, или он до этого скатался по десяти конференций? Вообще не было. Первый раз. Окей, хорошо, я верю. Вопрос, который я хотел на самом деле задать, он такой. Кажется, онлайн, он тухнет, с каждым разом все меньше и меньше приходит на классические доклады классического формата, перенесенные в онлайн более или менее механически, с каждым разом, с каждым годом приходит все меньше и меньше слушателей, и все меньше и меньше крупных докладчиков соглашаются на самом деле выступать в онлайне. А вопрос такой, знаешь ли ты какие-нибудь форматы, ну, возможно, нужен другой формат просто, знаешь ли ты какие-нибудь форматы, которые нормально работают в онлайне? Я не видел ни разу хорошего онлайн формата. Подлодка, например, взлетела, за мой взгляд, потому что была очень хорошая группа людей, команда, в самом начале особенно, которая прям вот горела этим делом, хотели сделать хорошо. И тогда был только начало ковида. Начало же ковида даже было, да, да, только тогда. То есть, да, оффлайн кончился, а онлайна еще не появилось хорошего, и взлетело. Сейчас я абсолютно с тобой согласен, что мне тоже есть ощущение, что онлайн как-то растекается и уходит, и уходит. И все это приближается по качеству к кучище курсов, говнокурсов, извините, которые, знаешь, вот обо всем и ни о чем. Почему так? Мне кажется, потому что мы настолько социальные существа, что мне вот удовольствие общения живое дает в миллиард раз больше, чем смотреть в экран и видеть чатики, что вы плюсики ставите, например. Гораздо кайфовее вот так вживую общаться. Мне кажется, что чтобы онлайн работал, нужна другая работа с вовлечением людей. Ну то есть вот это вот общение в чатике параллельно тому, как я доклад делаю, это какая-то ерунда. Нужно придумывать какой-то формат, и у меня еще даже идеи до конца не сформировались, какой-то формат, который бы постоянно вовлекал людей в диалог со мной, чтобы компенсировать отсутствие глаз, смотрящих на меня. Вот как только придумается какой-то формат взаимодействие постоянного докладчика с аудиторией онлайн, тогда, возможно, онлайн улучшится. Но это взаимодействие потребует совершенно другого уровня умения докладчика. Вот если я докладываю, сейчас я уже дошел до состояния, что меня можно во время доклада прервать, сказать, у нас пожар, и я потом продолжу через 5 минут доклад с того места. Раньше я так не мог. Или из зала вопроса, меня сейчас можно прервать, у меня в голове уже как-то этот нарратив держится. А вот представь себе, если тебе приходится во время доклада постоянно взаимодействовать с аудиторией. Мне кажется, это гораздо труднее будет. Но тогда это даст аудитории все-таки этот контакт, который есть у нас сейчас человеческий. Рецептов пока у меня нет как это делать. Надо про это думать, надо про это придумывать что-то, потому что глобализация наша и ковид, и все остальное, и вся эта удаленка приводит, насущная появляется потребность в том, чтобы онлайн как-то работал. Как обучение, так и доклады, так и прочее. Пока что вот все обучение онлайн, которое я пытался проходить, вообще ни в какие ворота не лезет, никак не сравнимо с живым обучением, с репетитором, преподавателем или тренером. Посмотреть можно даже на фитнес. Вся эта кодла фитнес-тренеров, которые попытались в инстаграм уйти, ну такая фигня, но они не могут за моей техникой нормально следить. Но это невозможно. Они показывают на себе, на меня не смотрят. Диалога нет. То есть надо придумывать варианты взаимодействия. Пока их нет. Спасибо. Отлично. Подержи пока у себя микрофон. У нас появились вопросы в чате. Нас все еще смотрят почти 40 человек. Огонь. От Новосибирска до Иннополиса. И даже дальше. Да. Буду... Они из разных направлений. Прекрасно. Поэтому идем степ-бай-степ. Первый задает из мира. Как правильно, на твой взгляд, проводить интервью? Может быть, какие рекомендации? Интервью имеется в виду собеседование? Интересно. А вот давай ты сам определишь. Потому что... Если речь про интервью вживую, если бы я тебя сел бы интервьюировать, как организовывать мероприятие, то мне кажется, что должна быть предварительная подготовка и проработка вопросов. Потому что вживую импровизировать по форме можно, а по сути очень трудно. То есть, чтобы вот Q&A-сессию провести, я должен очень хорошо знать тему. Соответственно, если я тебя интервьюирую, я должен сначала сам немножечко разобраться в том, что такое организация того, как мероприятие, которое ты сейчас проводишь, и, соответственно, не быть придурком, задающим тебе какие-то дурацкие совсем вопросы. Потом я должен собрать информацию от аудитории. Вот какие-то боли, вопросы, типичные вопросы, типичные боли с аудиторией собрать, чтобы потом тебе их позадавать, чтобы и ценность аудитории нашей большой тоже дать. Ну, то есть, на мой взгляд, должна быть огромная подготовительная работа наша с тобой совместно. Ну, и как мимо меня, как интервьюера. А дальше нужно уже уметь вежливо вести беседу, даже если мы с тобой не согласны в чем-то. Окей. Давай продолжим. Следующий вопрос. Направление немножко другое. Что делать с дикцией, в скобочках, если она по жизни плохая? Это самая простая тренировка, которая есть у тренеров по актерскому мастерству. Они там разрабатывают просто все, с твоей артикуляцией и всем-всем-всем. Там упражнений дофига, с дыханием, с диафрагмой, с языком, щеками и всеми этими мышцами. Я после одного такого занятия было ощущение, что я жевал орехи, наверное, несколько часов. Просто все мышцы вот вокруг рта все болят. Это отлично работает. И я вот, Настя тебе рассказывал, что я постоянно ускоряюсь. Я очень люблю быстро говорить, со всеми разговаривать максимально быстро, и чтобы меня еще при этом пытались как-то понять. Не понимают. Я долго привыкал к тому, что мне надо разделить на три скорость свою, и тогда я смогу быть понятным для людей. Тоже это нарабатывается вместе с дикцией и со всем остальным. Либо это становится фишкой спикера. Либо это становится фишкой спикера, да. Так, и еще один вопрос как раз от Вадима. Он уже будет о том, о чем ты говорил. О, это интересно. Цитата. Кстати, про стенды. Нужны ли, по-твоему, вообще стенды компании на конференции? Стоит ли компании делать стенд или надо все эти деньги вкладывать в спикеров и доклады? Это прям два таких разных полюса. Мне кажется, что можно сделать минимальный стенд, который даст какую-то выгоду. Вот я, послушав хорошего докладчика, послушав его выступление, хочу подойти и получить его контакты. Вот где мне их получить? Ну, то есть какое-то место, где я смогу забрать его контакты или ссылочки, может быть, на QR-коде, может быть, еще где-то. Что-то физическое должно у меня остаться, на мой взгляд, после какого-то доклада, так мне лучше будет запомнить его. Может быть, даже докладчик может просто вышел на доклад, положил сюда стопку раздатки, вот мои контакты, вот мои визиточки, разбирайте. Тоже вполне нормальный вариант. То есть какой-то физический результат после выступления, это очень круто. Классный пример на выступлении хороший мерч сделать и раздать за хорошие вопросы. Вот у меня, к сожалению, здесь я прям облажался, никакого мерча не сделал. Но вообще, это очень правильная штука зацепить человека, который задавал вопросы к себе через выдачу ему чего-то крутого, прям вот крутого, книжку хорошую или там даже можно более интересные варианты придумывать. Вот. То есть, мне кажется, что то, что делают крупные компании сейчас со стендами, просто бездумно вливая туда бабло, ерундой какой-то. Ну, вот, вспомни посещение, вспомните кто угодно, посещение последней конференции любой, стенды, 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 а, неинтересно, а, неинтересно, опять фигня какая-то, подойду, что тут игры, лего, ну ладно, собрал лего, пошел дальше. Вообще, никакого смысла, на мой взгляд, это практически уже не несет. Привыкли люди к этому, ритуалом стало. Дискуссионная тема. Let's agree to disagree. Да. У меня был опыт помощи компании в постановке хорошего стенда, где были квизы интересные, но либо я считаю себя самым умным, не знаю. Все больше похоже на шоу, когда вливается бабло в вау-эффект, чем в контент уже на месте. Так и есть. Ну, наверное, Вадим тебя услышал, и сейчас как-нибудь откомментит. Ну и мы тоже тебя послушали. Так, Алексей, время вопросов. Все? Окей. Там в рации вопросы. Да? Хорошо. Ура! Вопрос. Какие ты можешь дать рекомендации тем, кто вот еще ну, либо мысленно не дошел до того, чтобы пойти на курсы актерского мастерства, ну, или типа вот после первого раза еще непонятно, а после пятого станет понятно. Как снять волнение перед выступлением тем, кто вот еще не пошел в курсы и не понимает, как работать на сцене? Смотри, спасибо, крутой вопрос. Вот у меня всегда есть аналогия. Я когда иду с товарищем по улице, с коллегой, я ему могу рассказать, вот если он менеджер, вот у меня был недавно сложный процессный кейс, да, я его решил вот так и вот так. Я иду с тебя жестикулирую, я иду с тебя спокойно разговариваю с ним, не волнуюсь, что он скажет, что он там шароватов дурак тупой, ну, пусть даже скажет нормально все, мы с ним нормально обсудим этот вопрос. То есть здесь волнения нет, правильно? Ну, то есть ты идешь с подругой, обсуждаешь с ней какой-то рабочий момент или с другом, и волнения нет. Вот это тебе и первое выступление. То есть возьми человека, с которым ты комфортно себя чувствуешь, хоть партнера, хоть коллегу, и расскажи ему что-то, что вот ты делала интересного. И скажи, помоги мне сделать структуру, хотя бы доклада хорошо. То есть это уже будет первым занятием по сути доклада, это уже очень хорошее занятие. Ты даже если не занималась по форме, по актерскому мастерству или почему угодно, ты уже получишь первый не стрессовый опыт, ну, или мало стрессовый. Если тебе с человеком комфортно, наверное, если ты его попросишь о том, чтобы он тебе помог, не будешь сильно волноваться перед этим выступлением. Ну, во всяком случае, ты будешь в миллиард раз меньше волноваться, чем перед выходом на сцену. Или с руководителем, то же самое, или с подчиненным, с кем угодно, с кем ты будешь меньше всего волноваться. То хоть с мамой, ну, как угодно. Главное, что у тебя заякорится в голове, что опыт выступления может не быть больным и плохим, и страшным, и стрёмным. И это уже будет первым хорошим шагом. Опять же, демо очень хороший пример. Если не создает руководитель или заказчик стресса на демо, то есть не начинаете закидывать вопросами, почему это не работает, ты же обещал, что будет работать, какого хрена так все фигово. Если демо нормально, комфортно проходит, можно и там попробовать рассказать, то есть сформулировать демо, подготовить его и рассказать. Спасибо. Вот смотри, такая история. У нас же сейчас век информационный и информации обо всем много. И на самом деле, чтобы ты сегодня не сел, не отрефлексировал, не подумал, ой, это был прикольный опыт, скорее всего, об этом уже кто-то рассказал. Да. И ты это довольно легко можешь найти. Вот как с этим быть? И стоит, ну, ты такой сел, классно все, я готов об этом рассказать, посмотрел, и еще 150 тысяч примерно таких же, как ты, уже об этом рассказали. Смотри, спасибо. Тут момент в чем? Велика вероятность, что те люди, которым ты будешь рассказывать это, не смотрели и не знали об этом. Вот я сделал выступление про особенности увольнения, Даша смотрела на подлодке, про то, как трудовой кодекс воспринимает увольнение сотрудника. И мне казалось, что это банальная вещь, я знал про это. Когда я сделал на подлодке этот доклад, мне про него ребята говорят, офигеть, новый мир нам открыл. Юрист по трудовому праву, каждый странный юрист по трудовому праву это знает. Почему мои ребята этого не знали? Ну, видимо, круги вот эти, знаешь, не сошлись. Здесь круги темляны, и здесь круг юристов. Вот как-то они не сошлись совсем. А я маленький мостик между ними сделал. То есть от того, что в научном мире известно про физиологию труда, например, что гиперутилизация сотрудника приводит к его выгоранию и что он свалит от такого козла-руководителя, не гарантирует, что все темляды не будут стараться, чтобы их сотрудники овертаймили. Все темляды, почти которых я знаю, стараются, чтобы сотрудники овертаймили. А потом задаю запрос, а как бороться с их выгоранием? Ну, вот наука нам говорит, как бороться. Надо не допускать его. То есть от того, что ты считаешь, что что-то банальное, что-то где-то описано, это совершенно не значит, что людям это не будет полезно. Вот родители рассказывают детям, что надо мыть руки после улицы, например, перед едой. Вроде бы все про это знают, и в каждом мультике про это есть, а все равно мы рассказываем. Польза все равно будет. Тогда такой вопрос. Как быстро проверить гипотезу, что твоя тема может быть кому-то интересна, ну, кроме своей компании? Спросить у коллег, спросить у подчиненных, руководителей. Ну, вот смотри, демо, мы же показываем демо, мы что хотим? Мы хотим получить обратную связь на демо от заказчиков, о том, что этот функционал интересен и нужен. То же самое можно спросить у своих подчиненных или коллег, или людей из соседнего отдела про какую-то тему техническую или процессную, любую тему. Вот я, не знаю, перевел команду на удаленку, у меня был такой контекст, такие-то проблемы, такие-то особенности команды, такие-то люди в команде. На удаленке у нас получился такой процесс с такими-то плюсами и минусами. Вот эту вот уже тему огромную можно рассказать, хотя кажется, вроде банальная фигня. Вот я в Рокетбанке, мы перевели людей на удаленку, все работало, вроде, ну, нормально и просто. А потом начинаю рассказывать, что я сделал для того, чтобы это все работало. Люди такие, йоу, тут да, круто. Именно так. Мы формируем наш контекст. Мы формируем наш контекст и обнажаем аналитический аппарат. Вот есть контекст, да? Вася, Петя, Маша. Разный возраст, разные проблемы, разные навыки, разные истории работы в компании, разные зарплаты, разные мотивации, там всякое-всякое. Процесс коммуникационный, процесс производства ПО с ними работает вот так. Мы переводим это на удаленку. Вот, пожалуйста, тебе контекст, как мы переводили на удаленку. За счет какого аналитического аппарата, что мы думали, как мы придумывали, сделать так, чтобы они продуктивно работали на удаленке. Офигеть информация какая. Вариативность огромная. Одним из свойств языка является то, что он, блин, я забыл слова, смысл в том, что есть всего лишь 31 буква, или там сколько, 30 букв, и из них можно бесконечное множество слов составить. Вот здесь то же самое. Контекстов может быть огромное количество. И рассказывая что-то, делая какой-то доклад, мы, по сути, показываем наш аналитический аппарат и аппарат синтеза, как из этого контекста, с этой проблематикой, получить решение. И это бесценно. Посмотри на врачей. Что делают врачи? Они диагностируют болезнь человека. Болезнь — это такая многофакторная совокупность всяких взаимовлияющих штук в организме, которые привели к дисфункции какой-то. И они мастерски диагностируют. Если хороший врач, он мастерски диагностирует, что за проблема, и придумывает, синтезирует, как решить ее, то есть каким минимальным, с точки зрения проблематики, побочек, лекарством зафигачить эту проблему. И это ценно. Почему врачи хорошие диагностики столько стоят? Ровно потому, что они делают это грамотно. Спасибо. Вот у меня, Саря, еще один вопрос родился. Ты сейчас много рассказал плюсов того выступления, всего такого, а минусы-то где? Ну, то есть должны быть минусы. Например, нет ли у тебя такой проблемы, что ты сейчас хуже воспринимаешь критику, потому что ты лучше аргументируешь, чем твой оппонент, и кажется, что ты всегда прав? Классный вопрос просто. Я замечаю наоборот. Смотри, я часто делаю выступления в стиле наброса. Вот такое, поверхностное, не поверхностное, как это, большое что-то, вот типа про работу с мотивацией. Говорю, не работайте с мотивацией, не мешайте людям просто, они сами смотивированы. То есть, вот только большое выступление, я там аргументирую его и все остальное. Потом ко мне набегают люди. Потом у нас начинается, ты сам видел, в чатике вот такие вот споры, там, знаешь, на полдня, блин, споры. Знаешь, как у меня это терпение выработало, улучшило терпение? Просто пипец как, серьезно. Я три года назад был гораздо более реактивный, гораздо более мудак в чем-то. То есть, что-то там мне говорят, я такой, да ты говно говоришь, ты что вообще дурак, что ли? Сейчас стал много выступать, много дискуссий формируется вокруг каждого выступления. И мне приходится научаться терпению, приходится научаться дискутировать нормально. И в том числе и признавать, где я не прав. Вот я говорю, я анализирую свои выступления там полтора-два года назад и смотрю, что я мог улучшить по форме, что я мог улучшить по содержанию. Каждый раз вижу, что что-то мог поулучшать. Как только ты начинаешь анализировать и рефлексировать относительно своих каких-то прошлых выступлений или даже дискуссий, порожденных каким-то выступлением, тем легче тебе признать и осознать, что ты чего-то не знаешь. Это же есть эффект Даннинга-Крюгера, только наоборот. Когда Даннинг-Крюгер эффекта работает, ты думаешь, ты мало владеешь информацией, но ты думаешь, что ты прям офигенный спец. Вот чем больше ты начинаешь нарабатывать опыт и чем больше ты владеешь информацией, тем больше ты понимаешь, насколько глубока роличь и нора. Я вот смотрю, я тебе рекомендовал доклад 50 minutes talk about nothing, я смотрю на него, думаю, елы-палы, мне, наверное, 10 лет еще развиваться до вот этого чувака в плане выступлений. Хотел бы, ну, просто времени нет столько этим делом заниматься. То есть, то же самое и по сути. Вот я что-то рассказываю про процессы производства ПО, а потом приходит сорока и в трех словах говорит гораздо проще и гораздо более умную вещь. Я такой думаю, почему я до этого не додумался раньше, что за хрень вообще? Так что нет, не вырабатывается комплекс Бога какого-то или чего-то такого. Нет, такого нет. Спасибо. That's all, Fox. Спасибо. Кажется, что все еще 32 человека смотрят. Да, поэтому… А что тут уже смотреть? Поэтому вопросы отвечены. Мы потом выложим запись на YouTube и контакты на сцене… Да, контакты на экране, Виталий на сцене. Если есть какие-то более личные, то, мне кажется, он с удовольствием ответит. Спасибо, товарищи. Вы классные. Спасибо. Спасибо. Спасибо.